Всем привет! Вот мы и добрались до геймплейного теста RTX 2060, да ещё и на новом стенде с топовым 16-поточным процессором Core i9-9900K. Сейчас покажем, что может эта видеокарта в современных играх. Но для начала освежим знания о видеокарте, представим обновлённый тестовый стенд, пробежимся по двум десяткам игр, ну а потом подведём итоги. Итак, RTX 2060 это самый младший и самый доступный представитель новой линейки, который имеет в своём составе ядра RT и Tensor для реализации аппаратной трассировки лучей и сглаживания DLSS. Номинально он перешёл на смену GTX 1060, но по уровню производительности оставляет позади даже GTX 1070 Ti. А если вы решите доложить до RTX 2070, то сможете рассчитывать на бонус в 13-20% производительности. В принципе, тема сравнения с конкурентами заслуживает отдельного видео и здесь мы её поднимать не будем, а лучше поделимся впечатлениями от живых геймплеев. Для теста нам была любезно предоставлена видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6J OC. Это среднеценовой представитель линейки RTX 2060, то есть вы и за флагманские фишки не переплачиваете и в то же время от компромиссов не страдаете. Она получила небольшой заводской разгон графического процессора, динамическая частота увеличена с номинальных 1680 до 1710 МГц. Но несмотря на это, в играх она стабильно находится выше 1800. Возможным это стало благодаря главному её достоинству – эффективной системе охлаждения. Она имеет в твоём составе 4 никелированные медные тепловые трубки с прямым контактом к GPU, алюминиевый радиатор и пару вентиляторов с дизайном Torx Fan 2.0. На обороте есть пластина жёсткости. В итоге температура графического процессора в играх не превышала 75 градусов при критическом показателе 88. Это ещё в автоматическом режиме вращения лопастей, так что остаётся запас, вы можете ещё поднять их скорость и сделать GPU ещё более комфортные условия. Переходим к тестовому стенду. Главная его задача – по максимуму показать потенциал самой видеокарты и не упираться в возможности других компонентов. Поэтому на роль процессора мы пригласили топовый 8-ядерный 16-поточный Core i9-9900K с динамическим разгоном до 5 ГГц. С его охлаждением без проблем справляется башенный кулер Vingo CL3008B. В основе стенда лежит стильная и функциональная материнская плата Ezra Z390 Phantom Gaming SLI. Два из четырёх её DIM-слотов занимает 16-гигабайтный комплект DDR4-3400 Patriot Vapor 4. Операционная система и несколько игр установлены на M.2 NVMe SSD Epacer AS2280P2 объёмом 480 ГБ. Другие проекты поместились на менее быстрый, зато более ёмкий твердотельник Epacer Panther AS340. А всё остальное попало на 4-терабайтный жёсткий диск Seagate Barracuda Pro. За питание отвечает блок Vingo VPS 1200PL, который выбран с большим запасом. Пристанищем для всех компонентов служит хорошо вентилируемый корпус Vingo Arc с 5-ю предустановленными вертушками. Геймплей записаны внешней системой с Avermedia LiveGamer 4K, то есть без потери производительности. Для мониторинга использовалась программа FPS Monitor. Полный конфиг есть в описании. На очереди игровой тест, и начнём мы с популярных онлайн-проектов, а если точнее, то с наиболее глючных из них. А говорим так потому, что даже на такой мощной системе ARK Survival Evolved не смогла обеспечить плавный и комфортный геймплей при среднем пресете. Да, в целом фреймрейт выглядит неплохо, но меньше 10 FPS в графе очень редких событий откровенно огорчают. Вряд ли вы на такое рассчитываете при покупке RTX 2060. Зато в последнее время приятно удивляет Rust. Мы выбрали почти максимальные настройки и за всю тестовую запись не смогли словить ни единого фриза. То ли разработчики наконец-то оптимизировали своё детище, то ли звёзды на небе так сложились, но играть было действительно комфортно. Правда, пришлось отдать на откуп весь видеобуфер и более 13 гигабайт УЗУ. В Insurgency Sunstorm приятно бегать и на очень высоком пресете. Стабильность и плавность видеоряда, комфортность стрельбы и перемещения – всё это находится на высоте. Лишь слегка настораживает показатель 0.1% low, который опускается до 35 FPS. Но в самом геймплее никаких негативных последствий мы не ощутили. Попрыгать в Quake Champions можно и на ультра настройках. Средний фреймрейт поднимается за 160 FPS, а точность стрельбы зависит лишь от вашей реакции и опыта. Единственное но в системе должно быть более 12 гигов в оперативке. Видеокарты меняются, системы обновляются, но PUBG остаётся верной себе. Смесь низких и ультра настроек обеспечивает отличную среднюю скорость и показатели редких событий, а вот очень редкие почему-то опускаются в район 40 FPS. Это при том, что игра установлена на SSD. Может вы скажете, чего и не хватает. Fortnite на эпических настройках уже с первой катки выдаёт более 140 FPS в среднем без статтеров и подлагиваний. Даже если вы сразу побежите в неизведанном направлении. А если за сессию сыграть ещё несколько боёв, то статистика ещё немного поднимается. В Apex Legends для 6 гигабайтных видеокарт рекомендуем ставить очень высокое качество текстуру. Остальные параметры уже можно выкручивать на максимум. Игра прекрасно оптимизированной, на столь мощной системе мы получили именно то, чего ожидали. В среднем за сотню FPS с отзывчивым управлением. Hunt Showdown заметно преобразилась в плане оптимизации с момента выхода. Теперь на высоких настройках графики даже очень редкие события не проседают ниже 60 FPS, а средняя скорость вовсе превышает сотню кадров в секунду. И это при том, что идут постоянные подгрузки данных с жёсткого диска. В Kingdom Come Deliverance выбрали наивысшее качество графики, а затем ещё и пробежали несколько кругов по привычному маршруту. Но в процессе всё равно очень редкие события упали до 14 FPS. Правда, в конце записи игра всё-таки одумалась и подняла эту статистику до 21 кадра в секунду. RTX 2060 дружит и с Вулкан, о чём нам спешит отрапортовать в Эльфинштейн 2. С пресетом Майн Лейбен даже показатель 0.1% лоу не опускается ниже сотни, поэтому комфортность геймплея не вызывает никаких вопросов. Здорово помог в этом плане и твердотельник, ведь игра часто подгружает данные с накопителя. В Resident Evil 2 уже по традиции выбираем пресет важнее графика. Сложно сказать, подстраивает ли он настройки под конкретную систему или постоянно включает одни и те же, но играть в таком режиме было комфортно. В процессе записи очень редкие события снижались в зону 50-60 фпс, но под конец поднялись до 90. А вот со Strange Brigade никаких резких скачков фреймрейта не было. При ультрапресете в DirectX 12 все три контрольных показателя практически не менялись. К самому геймплею претензий тоже не возникло, а тестовая система позволила полностью сконцентрироваться на решении игровых задач и не обращать внимания на статистику. Forza Horizon 4 по-прежнему не дружит с FPS Monitor, поэтому снять полноценную статистику не получилось. Тем не менее, при ультра-настройках можно любоваться созданными пейзажами и плавно входить в повороты, ну или искать альтернативные дороги. В любом случае, встроенный счетчик постоянно выдает за сотню FPS. Если до этого у вас была видеокарта попроще, то переход на RTX 2060 позволит еще раз пройти Assassin's Creed Odyssey, но теперь уже при самом высоком пресете графики. Средний фреймрейт слегка превышает 60 кадров в секунду, что позволяет назвать его комфортным. Никаких намеков на статтеры подлагивания не было и в помине. The Division 2 бегается без проблем и при максимальных настройках графики. Есть даже запас прочности для более тяжелых сцен, ведь средняя скорость превышает 80 кадров в секунду. Но нужно учитывать, что игра требовательна к оперативке, в системе ее должно быть более 10 ГБ. Открытый мир Far Cry New Doe при максимальных настройках требует менее 4 ГБ видеопамяти и больше 7 ГБ ОЗУ. Из статистики слегка расстраивает лишь показатель очень редких событий, который опускается ниже 40 кадров в секунду. Благо, что остальные держатся выше 60, поэтому геймплей ощущается плавным и приятным. Для многих Anthem претендует название «Разочарование года», но если вы решили запустить ее на RTX 2060, то можно выбрать и ультра-пресет. Это позволит по максимуму насладиться красотой созданного мира и различными спецэффектами. При этом комфортностью геймплея жертвовать не придется, персонаж будет незамедлительно подчиняться всем вашим командам. В Battlefield 5 есть поддержка трассировки лучей, но пока ее лучше не включать, думаю наши постоянные зрители об этом уже знают. Если вы заходите в игру для стабильного нагиба, то смело врубайте ультра-пресет в DirectX 11. Тут вам будет и красивая картинка, и стабильно высокий фреймрейт, и полностью комфортное управление. А вот DXR включайте лишь для назойливых гостей, чтобы они 5 минут поиграли и больше к вашей системе не подходили. Порадовала и Call of Duty Black Ops 4. При максимальных настройках средняя скорость превысила 130 фпс. Если у вас 144 герцовый монитор, то вы без проблем сможете достичь нужного фреймрейта путем снижения некоторых параметров. Да и по возможности игру ставьте на SSD, хотя и на жестком диске статистика редких и очень редких событий была хорошей. Ну и в завершении всё-таки оценим возможность запуска игр с аппаратной трассировкой лучей. В Shadow of the Tomb Raider можно спокойно играть при максимальном пресете графики, выставив ультра-качество для теней с RTX. Средний фреймрейт слегка не дотягивает до 60 кадров в секунду, но без мониторинга вы этого не почувствуете. Видеоряд плавный, а управление полностью отзывчивое. Оценить качество графики в Metro Exodus можно при ультра-настройках с активной трассировкой лучей, но без сглаживания DLSS, которое слегка мылит картинку. Хотя играть долго в таком режиме вы вряд ли захотите, тут и средний показатель находится на уровне 40 фпс, и остальная статистика балансирует на грани пропасти. А вот без трассировки будет гораздо комфортнее. В итоге RTX 2060 для Full HD выглядит очень достойно. По производительности она лучше GTX 1070 Ti и чуть проигрывает GTX 1080. То есть вы спокойно можете выставлять максимальные настройки даже в самых требовательных блокбастерах и рассчитывать на комфортный геймплей, если остальные компоненты находятся на таком же высоком уровне. Отдельная тема это проекты с плохой оптимизацией, как например ARK или Kingdom Come Deliverance. Там уже придется снижать настройки, хотя гарантия отсутствия фризов все равно это не даст. С аппаратной трассировкой лучей тоже все неоднозначно, ведь это самый младший представитель с ее поддержкой, поэтому компромиссы неизбежны. Но как минимум сможете оценить влияние RTX на итоговую картинку, а дальше уже будете думать снижать графику или вовсе отключать трассировку. Ну а на этом у нас все. Очень интересно услышать ваше мнение по поводу увиденного и услышанного. А если вы друзья еще и лайк поставите и на канал подпишитесь, то мы будем знать, что не зря работали и усерднее будем готовить новые материалы. Всего вам хорошего и до новых встреч!